здравствуйте дорогие наши зрители сегодня у нас будет ролик про закупки но ролик немножко непростой а получилось так что все в курсе что происходит последнее время и постоянно клики это там у вас дорожает у вас дорожает нет у нас не дорожает это у вас не дорожает и вот это вот как бы продолжается уже какое-то время и у нас чисто случайно на канале оказался ролик с прошлого года когда мы закупались товары в обычном магазине шаговой доступности максимум но такой получился забавный чек на 53 евро 53 цента мы сняли ролик на том что можно в латвии купить на 53 евро 53 цента с момента съемки этого ролика прошел один год и два месяца и вот тут мы решили посмотреть как же изменились цены потому что когда каждый день идешь в магазин ты рост этих цен не замечаешь там цен какой-то может быть прибыл там не прибыл ну то есть как бы разницы нет ты замечаешь только вот когда человек начинает меняться вот год назад у вас да действительно средний чек был от 50 до 60 евро сейчас заметно что человек увеличился он там от 60 там до 70 приблизительно плюс-минус тех же закупках потому что мы никогда не берем самые дешевые товары но никогда мы не берем экстрадорогие товары но за исключение случаев если нам это хочется да если мы зачем-то идем там то мы конечно можем взять любой товар вот поэтому сразу же сделаю скидку что здесь нету то каких-то вот самых дешевых линий и нету каких-то экстралинии там видно собственно говоря ежедневная закупка человека ну скажем так со средним достатком и значит тогда у нас был на 53 евро 53 цента сейчас у нас чек получился на 70 евро 9 центов то есть практически тот же набор за год увеличился в цене на 16 евро с копейками но сразу же сделаю поправку в этот раз у нас тут мы стараемся избежать но . подсунула у нас присутствует капуста и круассан да то есть но это немного это полтора евро грубо говоря списываем правда нету кошачьей консервы на гурме это 60 с чем-то разобрали была акция была акция разобрали но с другой стороны опять же была был салат со скидкой тогда то что я еще сегодня пересматривал цены что мне запала салат и паштет со скидкой сегодня этого со скидкой нет но это опять же как говорится плавающие моменты ну короче грубо говоря что можно достаточно точно утверждать что та же самая корзина увеличилась наверное где-то на 15 евро то есть 53 плюс 15 68 если мы туда-сюда и нагоняем но можно 14 то есть цены выросли где-то наверное процентов на 26 на 27 причем поскольку я сегодня ходила с пирожником да то есть по листочка по магазинам лучше в традициях я не привык писать на телефоне я записал на листочек как мы все ходили да как мы ходили да и как пугая продавцов бегал они на меня смотрели как на сумасшедшего может и проверял нет когда я брал на него нету акции она подумала что какой-то пришел скупердяй за каждую копейку трясется потому что именно это да некоторые товары были российского производства белорусского они исчезли мы их заменили латвийскими аналогами но приблизительно той же цена той же цена война есть дороже на раз так начнем значит первого что вот на что не изменились цены это сырочки неужели нет ровно столько же только этот стоит 29 это значит акция они подешевели чего-то да вот даже уже 33 35 38 может на этот акция была это точно или это даже на цена я вот дело фотографии цен да то что некоторые продукты бы я встретила что в лидле я беру и что надо ладно и любом случае мне кажется все таки лидом немножко дешевле на 5 центов на 8 евро мысли на тащим тут тут у нас 4 пулька да там 5 это не изменилось практически по цене я вам сразу скажу дальше автор но я просто буду я еще буду подписывать то что если я буду лазить ролик получится на час то есть был майонез хэлманс тоже есть обычный майонез тоже опять фуни майонез кетчуп опять не самые дешевые есть варианты более дешевые мне почему-то показалось что самые дешевые варианты вот эти оптимали не все прочее не изменились меньше можно сказать но их изменилось качество и вес я не знаю значит майонез был российский домашний взяли провансаль то есть по весу они одинаковые вот по цене потом посмотрим мне кажется что этот подороже были рассольник суп дает у нас только дочка любит вот ей покупают и до масла 200 грамм сразу же скажу было с акции да то есть итальянского не итальянская было без акции потому что в тот раз я сколько помню она стоила 1 евро 0 2 евро 0 2 масло прошлом году точно не стоило на итальянская но только появился были акции вот потому что итальянская сейчас стоило намного дороже чем вообще все любое масло но всегда был самый дешевый поэтому я взял это тоже не дешевых это нормально масло вот сливочное не яйца так сразу на вскидку тоже минимально в тот раз они стоили вот я помню цель 89 сегодня по моему 9 евро 19 ну точнее бананы тоже не так уж и мало учитывая что яйца мы часто воде как бы карпа это копейки даму не на просто из товары редко берешь который а есть который извиняюсь чуть ли не каждый раз идешь светла подешевела я не помню насколько но подерживаясь разве там не 33 цента на тот раз по 50 но можно списать что тогда была зима может быть конечно из-за этого там почему-то они все школы заваливали причем свекла это заказ крупного было тогда вот таких вот головками даже натертая что удобно салаты или это тоже хорошие да нет плохое то есть дальше масло иди сюда перец паприка красный две штучки у нас даже все цены у меня есть цену и я буду зачем не дать восемь центов две штучки если я совсем буду засчитывать цены это реально очень много времени дальше весной салат да но тогда у нас был справедливость ради эксперименту вообще вся кулинария здорово да потому что кулинария зависит от стоимости рабочей силы поднялась минимальная зарплата поднялись зарплаты поднялась и пришел мишенька сейчас будет обнюхивать да так черный белый если подорожал то практически есть когда есть меньше белого хлеба кусочка в день так консервы феликс это точно подорожали подорожали по моему процент эти сейчас у кого 2 евро 40 было акция что ли они евро восемьдесят девять час без акции я буду сидеть ладно подожди на а раньше евро 49 ну вот этого не было два кло это уже до плюшка это полтора евро на 4 актуально 867 так я говорю где-то на процент вот мы не взяли сметана была евро с маленькими копейками сейчас евро 60 с копейками да то есть молочка булки по моему подешевели масло подсолнечное но масло опять у нас пески не было идти да а сегодня специально посмотрел на масло масло 299 есть ли да до этого стоило масло пятерку двух литров и даже не двухлитровая она как-то хитро россия не сомневала какое-то но не 2 литра вот какая-то мелкая российская хитрожопость да то есть литр 850 или что-то такое да то есть пятерку что сейчас ажиотаж явно спал все накупили перестали брать и цены пошли вниз а то у нас уже что оливковое купить что это купить достаточно сильно завязанный ажиотаж с этими ценами на те товары которые наименее ну подвержены спросу изменения те же самые сырки за лупи на них целый убрать перестанут сырков жить можно молоко потому что заметил чуть не в два раза увеличивать все вся молочка творог как подорожала может наши опять товарищи в европе что-то придумали какое-то но значит макароны что-то опять такое не я буду замечать это только на нога еще много-много черный хлеб мы взяли как говорится именно по списку что нам тогда случайно да у нас немножко получилось дурная закупка но в тот раз вот мы в феврале почему-то покупают мандарины нам почему-то нужно было вот эти вот хлебушек для этих бургеров да это надо были бургеры капусты не было но это опять с рамках штат погрешности 50 центов это второй майонез на 2 было куплено то что я видел там по акцию 6 евро тут 8 ты вот даже фотки жар application пульс kepada желтый вот это непонятно причем это давно уже чем связано это непонятно дальше творог самую дешевую линию а у нас я взял именно тот же что у нас был наш я старался по именно все те же самые товары я брал и она бывает дешевые очень качественно бывает нет мы говна откровенного говна вы не берем но природ это колбаса некоторые скажут фу гадость но мы ее жарим да то есть это кстати хорошая 5 чем-то она обычно просто часто делают акции народ берет это ладно но мы ее не то что на бутерброд мы ее жарим до вишни но не самое же дорогое тоже была точно ровно такая же колбаса хороший тоже был если подорожала то не сильно вот этот супчик это для юльки даже не помню сколько же они стоили сейчас мишка тетут твою пирамиду так оставшись у стрелки нет я пожалуй выгружать не буду вот этого паштета тот раз был специально нашли такой маленький да тогда на него была акция он 25 центов стоил а сейчас ты не ну ты положишь был виден тот объем объем а куда она перешла их гулять сядет на свою любимую так дальше помидоры кумато тоже не самые дешевые унисса не дорогие не дешевые но кстати сегодня они были самые дешевые это опять же то что ну видишь в среднем пряники были пряники тогда вот пряники захотели эти поставили дороже а в принципе сейчас помидоры не вкусные эти а вы не сейчас пахнут изумительно а брали ну кошмар да так молоко чуть ли не в два раза по-моему подорожала ровно потому что ты без молока не многие не а поэтому оттуда как говорится и будешь покупать дальше печенька была чуть другая такой фирмы и нашел взял селбу по-моему то было экстремально дешевая . это ты любишь так алочки рыбные это уже ребенок да это ребенок это все фастфуд все это не полезно консерванты иногда и перчик талсинский тоже приблизительно в рамках всего молочки подорожал принципе мы практически не покупаем готовы эти ступы да но этого в тот раз были пару раз в год счет он там затесался а потому что не болела ли она и вот у него на это просто времени не было суп хочет и мама купила почему-то тот раз было куплено как-то уже старше а 2 2 сметаны почему-то было куплено в то время мы очень много ели сметаны ужасно было куплено то что была зима салат салат вообще он вечно сметана плавленый сыр понятно все это вся молочка ужас и мясо все подорожало и это я еще помню у нас очень много всего было мясо было вот мы же тут не брала ты получился да какой отчет и мы конкретно для каких-то цели докупали и вроде так не хило докупили но не мясо как-то не фруктов сейчас этот полетит но вот единственно что огурец был заменен это наш да это дорогой это дорога наша фирма но просто те огурцы которые тегет ли да это подороже но то что я попытаюсь килограмм он очень вкусный зимой они как-то их там до под лампами растят как-то вкусно что непонятно сколько он весит да то есть но но он всегда был конечно они по моему не подорожали да он как-то был не штучно он и так дорого я говорю что я заметил что чем дороже товар чем меньше на него изменились цвета это тоже заметила чем дешевле тем очень стремительно они прыгнули то что люди не могут отказаться но туда и тут у меня есть подозрение что все дело через какое-то время выправиться потому что на некоторые товары вот мы снимем ролик не где-то месяца через два и просто интересно будет смотреть куда это насколько все изменится и в какую сторону смысла никакого нету пример всегда дизель стоят дешевле чем 95 да сейчас дизель стоит дороже чем бензин у нас машина на дизель в той же самой эстонии где мы недавно были дизель как стоил дешевле так и стоит так что же это за такая природная аномалия почему у нас дизель стоит дороже да в испании дизель дороже нет в европе много где почему где-то окружающую среду то ли они где-то закон опять какой-то дурноватый зеленый приняли против дизеля но дизель в принципе пытаются прижать прижать в общем и целом конечно заметно что все подорожало да это все да 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 конечно ни о каком голоде и подорожание продуктов два-три раза речи нету да это конечно преувеличение магазин полный и никакого не дефицита ничего нету всего полно но ты но тут правда опять же надо сделать поправку на то что не все подорожало за последние два месяца вот и чуть 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 вот после вот этих всех как стали снимать эти коронавирус на грусть ограничение по чуть-чуть оно стало возрастать 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 в принципе за последние месяца два не так сильно на что-то изменился. Немножко изменились цены на то, где пропала конкуренция украинских и российских товаров. Например, был майонез украинский и российский. Здесь много подсолнечного масла, но латвийского, соответственно, нету. Как под видом, у нас подсолнечное масло не растет. Еще некоторые группы, где цены изменились. Но это уже тоже можно списывать на, скажем, определенный аборзиметр торговцев. Многие пользуются этой ситуацией. Многие пользуются это, потому что тем же самым маслом, когда там пользуются дураками или с солью, когда там продавали. Соль стоила там 30 центов, да, продавали по евро 20, евро 30. Ой, сода пропала, гречка пропала один момент. Ну, такой ажиотаж. Люди с ума сходили. Я не знаю, что они хотят. Когда я сам лично видел, что человек тащил сколько? 100 килограмм, что ли, сахара. Я думаю, господи, ну ладно, сахар еще может быть он этот. Но рядом у него там и соль, и гречка, и все прочее. Я говорю, человек просто собрался, наверное, на зиму. Но, как показалось, показала практика, то вся эта паника оказалась... Ну, гречка, ну, дорого. Гречка дорого, но... По акции... Нет, 3,99 можно найти. 3,99. Да. Но, в принципе, гречка, это не тот товар, с которым можно переживать. Ну, собственно говоря, что когда действительно коснулась гречка, масло подсолнечное и... Ну, молочка, сырые очень подорожало. Молочка, сырые, это по другой причине. Это не по этой. Мясо подорожало сильно. Да, это, я думаю, что это связано с какими-то нашими местными придурами, которые опять какой-то закон приняли, что коров там надо держать так или еще что-то. Хотя все равно, вот сейчас было это, свинина, 4 евро килограмма, но акция... Ну, в том-то и дело. Понимаешь, раньше 2 евро килограмм акция, а сейчас без одного цента 4. Вот тебе и смотри. Ну, вот чтобы, как говорится, оценить то ли это временный тренд, то ли это краткосрочный, потому что уже стоимость топлива уже явно сказалась на этих товарах, да, то есть они... Ну, может быть, какой-то товар произведем больше, чем 2 месяца тому назад. Вот какие-нибудь консервы или еще что-то. Но остальное уже все, что произведено сравнительно недавно. И вот через 2 месяца мы снимем еще один ролик о том, что как дальше повелись оцены. И опять же, ладно, пускай он абсолютно дебильный набор, но мы опять возьмем этот же набор, да, и опять максимум. Не, ну, чтобы видеть, теперь приходится это брать. Мы возьмем это максимум, да, то есть, потому что когда одни и те же товары, по крайней мере, можно сделать вывод, что и насколько подорожало. Потому что если так в общем и целом, когда действительно что-то не подорожало, что-то даже подешевело, а что-то подорожало сильно, то есть как-то логики в этом не прослеживается. Но в общем и целом все, конечно, немножко подорожало, да. Но когда вот одно и то же подбираешь, тогда легче. Цены, как я уже говорил, вы все видели, и было, и стало на титрах на экране. Старый ролик, который мы покупали в 21 году, в феврале, я поставлю как конечную заставку, а также оставлю ссылочку в описании, если кому интересно, может посмотреть. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь. У нас много интересного на канале. Тот, который перерыв был, уже закончился. Сейчас мы будем выкладывать ролики регулярно. Но так как все-таки они у нас не совсем строго по графику идут, то не грех ей нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ну, это все, что я хотел сказать вам на сегодня. До новых встреч в эфире. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok